Мэрия должна ускорить работу по благоустройству общественных зон, расположенных в Наринмаре. Такое заявление сделал глава региона во время осмотра объектов. Их реализуют в рамках федеральной программы «Комфортная среда». Александр Цибульский сообщил, цитирую, «В случае невыполнения работ городские власти будут нести ответственность в первую очередь перед жителями, которым публично обещали построить данные общественной территории». Проверка показала, чиновники не торопятся вводить объекты в эксплуатацию на календаре август, но к некоторым проектам еще даже не приступили. Между тем, временно исполняющий обязанности губернатора посетил детский сад «Ромашка» в микророне «Авиаторов». На днях в социальных сетях появилась информация, что дети там якобы спят на старых матрасах, а в стенах огромные трещины. Обо всем подробнее расскажет Алина Ваучейская. Рабочую поездку глава региона начал с проверки искательских объектов. В поселке нефтяников и геологов сейчас благоустраиваются парковая и пешеходная зоны, три двора и две детские игровые площадки. Одна из них по улице Россихина. Если раньше здесь был песок, то теперь для безопасности детей положили мягкое покрытие. Родители довольны. Здесь сейчас мягкое покрытие, очень удобно, и детям очень удобно. И на велосипедах теперь можно кататься, и в мяч они тут играют. Ну, конечно, немножко до ума довести нужно тут скамейки. Ну, глава, конечно, сказал, что будут скамейки и урны поставят. Вот, а так, в принципе, очень хорошо. А это уже территория Захребетной Курии. Объект самый крупный по площади. Его благоустройство началось еще в 2017 году и поделено на три этапа. Последний завершится в 2019. К этому времени в парке появится пешеходная дорожка, уличные светильники. Кроме того, подрядчик должен обустроить место для отдыха, беседки и спортплощадки у водоема. Благоустройство территории проводится в рамках проекта о формировании комфортной городской среды. Причем средства на его реализацию выделены из бюджетов трех уровней – федерального, регионального и казны муниципалитетов. И если власти поселка-искателей к реализации проекта подошли весьма рационально, по итогам аукционов образовалась экономия свыше двух миллионов рублей, то городские чиновники денег не пожалели. Я не могу понять. Вот там вот мы смотрели сейчас дорожку, явно не короче, чем здесь. Там стоит 4, здесь 10 300. Ну как, разница шли в цене? В чем проблема? Скажите мне, в чем разница? Давайте наймем их за 4 они делают. Зачем нам за 10 делают? Сделаем из 3D плитки за 4. Ну серьезно, это что-то не то. Здесь где-то у нас сбой идет. Давайте проверим. Лесозаводской парк, где деревянные мосточки оценили в 10 миллионов рублей, одна из четырех территорий, благоустройством которой занимается администрация Нарьинмара. Причем сегодня в стадии завершения лишь один объект – двор в районе Малого Качгарта. По остальным даже не заключили контракты. Речь идет о пустыре около ЗАГСа, зоне между третьей школой и городским многофункциональным центром, а также набережной в районе Морского порта. В лучшем случае к работам подрядчик приступит к концу августа – начало сентября. 19 сентября вы не успеете сделать? Объективно не успеете. За месяц что-то сделать? Не сделайте, конечно. А что раньше не сделали? В чем проблема? За рейтинговые голосования. В чем проблема? Это вообще искатели успели все сделать. А у них не было рейтинговых голосований. А когда мы рейтинговые голосования? 18 марта. Потом пока отобрали территорию, пока проекции, но в основном затеркнули, тяжко пошли. 19, 18 апреля, 18 мая, 18 июня, 18 июля, 18 августа. Пять месяцев. Серьезно? Это вот это все, как я скажу, быстрее невозможно сделать, да? Ну это максимально быстро сделано. Почему? А что конкретно делать? Нет, ну мы провалили, да? Мы не сделаем. Можно даже сейчас уже фиксировать, даже не мучиться. Давайте на следующий год переносить. Подписывайтесь, что вы не сделали, что другой объект, кто тебе говорит, не знаю. Ну когда вы сделаете? Если только 19 сентября, мы подаем к торгам. Значит, только в конце сентября мы сможем приступить к работе, выбрав подрядчика по 10 дней подождать. Ну и что, а в ноябре уже всё, снег. В ходе рейда Александр Цибульский решил заехать и в детский сад «Ромашка», что в районе авиаторов. Новое образовательное учреждение попало в поле зрения главы региона после того, как в одной из социальных сетей появился пост следующего содержания. В новом детском саду «Ромашка» вчера было открытие, согласованное с губернатором. Но ему не показали группы, в которых розетки заклеены бумагой. Старые списанные матрасы меньше кроваток детских на 20 сантиметров. Щели под подоконниками, лист бумаги пролетают на улицу. Нет игрушек новых. Коллективу было чётко сказано, молчать или будут проблемы. Но и там, где не ждали, всё оказалось в порядке. Новые матрасы, счастливые дети и довольные родители. Никаких щелей под подоконниками и непригодных для использования игрушек обнаружено не было. Кроме того, глава региона проверил и бухгалтерскую отчётность по денежному содержанию. Выяснилось, что средний заработок воспитателей составляет 76 тысяч рублей. А общая зарплата по учреждению с учётом нянечек и технического персонала 65 тысяч. Я могу ответственно сказать, что мы сегодня прошли своими глазами, всё посмотрели, вы были свидетели этому. Да, мы делали это максимально публично. Мне кажется, что большинство из заявленных замечаний просто являются выдумкой и не соответствуют действительности. Поэтому людям, которые это пишут, я советую, что надо более ответственно относиться к своим словам. Особенно, когда это делает мужчина, мужчина свои слова должен отвечать. Если ты не уверен, что это правильно, по крайней мере, не выходи с такой информации в публичное пространство. Но в то же время я благодарен, потому что за такое, такого рода информационные сообщения нам помогают действительно держать руку на пульсе. Слава Богу, что здесь это не подтвердилось, но может быть в других местах, к сожалению, нам есть ещё над чем работать. Здесь, слава Богу, всё, мы поговорили, вы видели и с родителями, поговорили с директором, поговорили с воспитателем. Мы посмотрели реальные выписки заработных плат воспитателей. Ну, это не соответствует действительности. Поэтому, коллеги, даже в своей политической борьбе надо всё-таки использовать разрешённые методы, а не клевету и вранье. Подводя итоги рейда, Александр Цибульский заявил, в случае невыполнения работ городские власти будут нести ответственность, в первую очередь перед жителями, которым публично обещали построить данные общественные территории. Да, может быть, было рейтинговое голосование, тем не менее, оно закончилось 18 марта, после этого прошло уже почти полгода. За это время можно было провести конкурс и начать работу. Тем не менее, по большинству объектов мы выходим на начало работы, начало сентября. Я считаю, что это безобразие. Не буду скрывать, это моё откровенное мнение. При этом, в сравнении между посёлком Искательный и городом, город, к сожалению, смотрится хуже, чем посёлок Искательный. Успеет ли подрядчик сдать городские объекты в срок, станет известно только осенью. Алина Волучейская, Леонид Шишилов, Телеканал Север.